У нас есть мука, сахар, крупа, чай, кондитерский изделие, в данном случае это зефир. Ещё здесь пока что не хватает рыбной консервы и мясной консервы. Все эти продукты с большим сроком годности. В наборы их на этом складе собирают волонтёры. Работают посменно, чтобы адресаты быстрее получили продуктовые коробки. Нам сказали, что нужна наша помощь, и я считаю, что нужно помочь малоимущим людям, у которых не хватает чего-то. И я свободно занята, ну как бы свободное время, и почему бы не помочь? А долго всё вот это вот, ну длится вот собирание этих коробок и прочего? Ну, поначалу, конечно же, это будет долго, можно там до 10 минут, а когда уже более-менее так поймёшь, что где как лежит, то уже можно и в течение пяти, может быть, меньше минут собрать. Бесплатные продуктовые наборы – программа одного из российских ритейлеров. Республика вошла в число 23 регионов-участников. Это особенно важно для наших одиноких граждан, пенсионеров, многодетных, которые, соблюдая меры предосторожности, не могут часто посещать продуктовые магазины. По всей республике развезут 10 тысяч таких коробок. Доставку наборов обеспечит Фонд поддержки местных инициатив сообщества и Министерства труда и социальной политики региона. Продукты абсолютно бесплатно предоставятся в первую очередь неноким пожилым людям старше 65 лет с низким доходом. Второе – это семьи с детьми, находящиеся в таком, знаете, ну, социально сложной ситуации. И третья категория граждан – это будут беременные женщины. Такие социальные инициативы, будь то ритейлеры или любого другого бизнеса, мы обязательно будем поддерживать и помогать. Получатели уже известны. Доставить продуктовые наборы по адресам планируется до Нового года. Александр Демидов, Юрий Дроздов. Новости.